Здравствуйте, ребята, рад видеть вас. И, что самое главное, я очень рад, что сегодня гранды континентальной лиги слеснутся в почных противостояниях. Виктор как раз ударом напряжения, а здесь Доннарца встречает как раз Крио, начинает его номинать один на один. Поможет ли ему Сайрекс? Сайрекс пока не помогает, потому что боится, что его Шаганаре будет больно бить. Но Шаганаре второго левела с другой стороны. Почему так-то фансивно играют? А почему не вошел вперед? В этот момент, когда ты знал Крио. Скука играют по Шаганаре, можно его забрать, и первая кровь также падает Доннарца. Два убийства. В итоге получает у нас Сайрекс, и для Изреаля это шикарные новости. Который будет, кстати, Тростен Союз в этой игре собирать. Обязательно Тростен Союз. Опа, здесь Канкпус Пьеро, Доннарца. А вот вышел как раз-таки Лесин, и Крио обязательно должен был сказать, «Мэн, бэк, гоу бэк, а я гонгольмс». Не видишь, ну как, да нет, у всех есть просто, у Мэдридиста уже молоток, так сказать, из них склин. Так, он просто будет кувалдой здесь, потому что шестого левела уже Лексус, который врывается по Мерсенери и забирает его, потому что солнечная вспышка есть. Невер Андер... Помнишь, как Тима говорил? Невер Андерестимейт Леона, которая стоит на линии, когда Варуса два раза с нее прогнали. Ребятки, у него 2 на 2 погибают. Здесь еще и Герольда придется, судя по всему, отдать, потому что будет драка. Драка происходит, Арман действительный, и она прям команда собирает все-таки Крио, Герольда. Отдадут ли кто-то свою жизнь из команды Get Busy? Да, первым это делает Мерсенери, Крио пытается тоже выйти. Доджет оглушение Сиона, но Лексус тут как тут, поэтому 2 килла делают ребята из Юникорн Зоу в лапы. Облачная душа, это не очень хорошо, как и то, что Кипер здесь погибнет, у которого ФШ нет. Это новости плохие. Почему они в дайвах? Дайвим, дайвим обязательно. Полетели по Изреалю, пошла солнечная вспышка, Мерсенери пытаются еле-еле выйти. Дайв получился отвратительный в итоге. Просто можно икс отжимать. Викторов крайне редко появляется вот этот предмет, однако сейчас он более актуальный, потому что в боксетапе играют Дон Артс на очень low хп, ворвался вместе с Лексусом, получил по щам и тут же вышел. Заходит с сайта Сион. Куда же Сион летит? Пролетел мимо всех здесь нон-холи. Как же так? Давай глянем, форсит Барона, ребята, сейчас. Крио находится рядом с Бароном, 11.хп. Пакет уже заканчивается потихонечку. Куда его давать? Пока что не ясно. По этой цели лучше, не Гейджи. Мадридис вперед, не имеет права лететь, однако летит все равно и дает наверх свою Валькирию, забирают Флати сразу же. После этого падает еще и Виего. Упадет ли Сион? Сион падает так же. Пытается выйти здесь Сайракс. Мерсонный погиб. Сайракс выходит. Это камбэк. Три в один размен. Нет, понимаешь, Арман, они сами виноваты. Его сами виноваты. Нужна централизованный врыв. Да, вот так Сион пошел, влетел в троих, взял подкину двоих после этого и тут же забрали Ноутилуса. Потом позиционировали немножко по Крео. Крео пытается выйти. Ноутилус влетает. Начинает дракон. Амхисдринкер, Арман. Амхисдринкер. Этого обореза уже достаточно будет, чтобы не шотнул Виктор из Реали. В случае чего. Снова влетает Сион и снова попадает лишь по Сайраксу. Сайраксу можно забрать. Сайракса забирают. За душу дракона пытаются драться ребята. Из команды Гетбизи напокивают. Дальше будет ли стилить этого дракона пытаться Крео? Нет, он его не стилить. Но здесь момент для Мерсенрия. Момент для Сайракса, наоборот, звенеет. Здесь момент, потому что можно чейзить до конца. Забрали уже фраг. Видишь, забрали, разменяли саппорт. Подальше чего? Дальше сейчас откатится Шару. Кепиэра. Есть Зерильда. То есть замедлять будет. Крео хорошо. Не успел замедлить, но зато успел прожать свою женю. Однако летает вперед джейз. Первого взял. Сиона взял. Резко назад отошел. Насколько хорошо откайтит здесь Сайракс. У него очень мал хп. И будет по нему доигрывать Виктор. Однако Кепиэр находится рядом. Лазер справится или нет? Это была хорошая стрела. Флэшал нажимает здесь. Флати доигрывает по оппонентам. Мадридист рискует и не выигрывает эту дуэль. Точно так же, как и Сайракс. Разваливаются Гетбизи. Размене 4-2. Перед этим погиб Мерсон еще. То есть 5-2 размен. И бароны немного ресетнули, но не полностью. По-моему, продолжают его, пытаются делать. Ребята из Гетбизи. Рядом стоят на лоу хп все. Господа из Unicorns of Love. Рядом стоит Шаганарий. У него меньше половины хп. Пропокали. Что ж, Сиона? Шаганарий погибает от одного коста. Кто-то написал, что Зиус на топе, Вандер. Потому что Лексус уже погиб. Сейчас от Гейс снова пошел. Влетает Кипер уже в лиформе, потому что шоковый заряд уже дал. Первый выстрел. Второй попадает только по Шаганарий, но не попадает по Дон Арцу. Но в этот момент падает Флать. И Сиона также намяли 3-0 размен. Неужели Гетбизи выигрывают первую партию? Вандер пока все выглядит именно так. Потому что получает убийство Крео. И с размером 4-0 команда Гетбизи готова заканчивать. Забирают первую Т-4. Пятая цель падает, влетает. Кто-то под фонтан, по-моему, это был Сайракс. И сам Нексус тоже упадет. 21-17 заканчивается первая партия Юникорзу. Влав на этот раз оказались позади. Счет 0-1 в серии до двух побед. Ну да, потому что худший был, понятно какой. Не надо, Вандер. Ну огненный был пободрее, наверное. Он был воздушный. Так, здесь флэш придется нажимать. Мерс, наверное. Ну опять же, да. То есть в ботсайде сейчас ЮО. Попробуют забрать там хоть что-нибудь. Но Кипер в это время грызет здесь плашку. Можно пойти пачку запроксить, в общем-то. А, они давить идут. Кстати говоря. Да, ведь Орн делал непростое. Ну посмотрим, что с этим получится сделать. Потому что ТП нажимает Векс как раз мид. То есть оно-то уже сейвить не пойдет. Потому что сейвить уже непросто. Лёуп. Арман. АК Юникорзу влав очень больно давит. ТП, кстати, там идет навык. Ой-ой-ой, Гелдфорс был прожат очень поздно. Здесь с Айрексом. Но Сайрекс, несмотря на это, все равно выживает. Померзли. Разыграли. С лоша врывается Лексус. Будет играть по МФке. Утянет ли он ее в свой ультимейт? Я думаю, что скорее всего да. Потому что рядом еще и стоит Виктор. Он может помачить 1-2-3. Он так ломит Камбу. Как ошибается в этот момент Мадридист. Он был без лоша уже. Как подставился под Камбу Мадридист. Здесь 3 кг делает Юникорзу влав. Арман. Что происходит? Где находится Вьего? Почему Кипера так больно бьют здесь под Тавром? А практически его давит. Забирает лишь одну эмэпку. Но подходит уже на Утилос. Рядом находится Вьего. И если у него ультимейт, да, он вынужден выпрыгивать из него под Тавр. И поэтому раз смен 4 в 1 делают Юникорзу влав. Вместо того, чтобы сыграть просто в макро, выведете 2000, разменяете просто. Вышку на бой, на вышку на топе. Задавили Орна. Все. То есть никого не потеряли. Здесь Кипер еще нафидит. Потому что, ну, то есть ультимейт нет. Попытка будет подраться. А вот вопрос нафидит или нет. То есть щиток у него есть. И вся команда его поддерживает. По лексусу доигрывать пытается здесь Вьего. Нажимает скачок Крио. Но после этого еще и почти погибает. Успевает в тоже часть урона. И Камбу Джарваном дает немного не туда. Однако, видишь, его флать его закрывал. Поэтому размен один в один. Как же неудачно засыграл Крио здесь. Дальше идет Векс. Получили застаньте. Не особо пока. Хотя подвязали. Но дальше дэмэджа уже, я думаю, нет. Все неудачно у Гет Бизи. Крио зачем-то поражал скачок. Не добил Алистара. И за это еще и сдох. Не, ну то, что Орн Скельси этот вопрос не вызывает никогда. Просто Скельси... Опа! Сыграл Алистар. Рядом стоит Берссель. Берссель погиб. КПР. В такой драке, понятно, Мордекайзер будет посильнее. Но тут Джарван, Юрий, неподалеку. Да, и здесь у КПР шансов не так много. Несмотря на то, что может проактивировать щит. Ну как немного. Однако под ударцы играют. И его не может никаким образом помочь ему Орн. Потому что успел КПР вовремя дать свой ультимейт. А, КПР. Какие кулдауны КПР. А, и попадает по нему в флатье. Бедный КПР. Кто же нажимает телепорт? Телепорт нажимает под редистор, у которого у Берки. У него не очень много урона. Джарван может дать сейчас камбу. Ультимейт пойдет. Неужели Берки снова словит камбу? Нет, он попытается ее на 160 степень. По-моему, лазер очень кривой. В этот момент Кукан будет или нет? Да, проклинчит. Размер 2 в 2 в итоге. Какая ожесточенная борьба между Генбизи и Unicorns of Love. Отправляются первые на дракона. Рядом находится Лексус. Один, он не является большой помехой. Но вместе с МФК, возможно, и мог бы являться. Потому что пошло время умирать. И МФК дает хороший урон. Однако никого не добивает по полу ХП. Стараться поиграть по Лексусу. Рядом находится Крево, который получает по МФ. По лицу МФК будет ловить здесь косты от Джина. Он вышел на поклон. Но идет кросс-терепорт. Прилетает сюда Копротоп. И одновременно с этим еще и нон-холли. Поэтому четырьмя киллами ребята обходятся. Расходясь по разным углам ринга. Продолжаем игру, друзья. 6-8. Три дракона Unicorns of Love есть. Как мы уже только что обсудили с Вандером. Хороший задел на Суллпойнт. Потому что хистэковая душа очень поможет Иди Горзу. Влав перевернуть игру в свою сторону. У них и так все относительно неплохо. Сейчас неплохо. Мадрик нажимает секундомер. Есть у него скачок. После этого нет. Но хотя бы выжил от комбейли Стара. Смог еще один лазер после этого дать. Достаточно ли этого урона? Я не уверен. Потому что Мерсенери выходит. Но выстреливает до Нарса. Забирает его. Еще и падает после этого Шаганари. Как выжил Мерсенери! Вот это 4-1. Вандер, неужели это снова поворот Живиега? И поэтому можно на Борона пойти? Пойдемся без этого пока что. У Мадридиста влетают. Он нажимает секундомер. Лексус мог бы Мадридиста убить. Вместо этого зачем-то играет по Крео, у которого секундомер есть. В чем Мадридиста не дал свою комбу? КПР атакует в этот момент стрелка команды Юникорзов Лавш. Гадаре падает 1 на 1. Мадридист вытанковывает сколько может. Дает еще один лазер. Очень мало у него уже ХП. Мерсенери находится рядом. Ровно как и Сайрекс. Сайрекс пытается урон внести. Кипер находится рядом. Донарс пытается выйти с комбы. Очень неудачная драка со стороны, казалось бы, Гетбизи. Но в итоге урон продолжает наноситься. А у нас фулл настаканный завоеватель. Плюс, конечно же, еще и Творец Разломов. Тоже настакан, потому что и Тру Урон идет. И еще одна Ешечка пошла. И, по-моему, Кипер здесь погибает. Кипер погибает, что он наделал. Вандер. Очередной парон Гетбизи. То есть это уже третий для них. Утилл стрелал. Бульта пошла. Открывайте двери. По четыре бульта пошла. Копор Топ справа. Настреливает уже по Орну. Лексуса продали. Раз, два, три, четыре. И три выстрела попали из четырех. Как же хикстековая душа уничтожила Копор Топа прямо сейчас. Мадридист в лучших традициях нажимает секундомер стоя один в пятерых. В этой карте такое же происходило неоднократно. Но погибает после этого. Отдали двоих за чем-то просто так. Когда... Извините. Как в старый добрый. Помнишь, когда у Кингварда было пять хп, не четыре? И забирал Джин их очень так себе. Я вот думаю, будет ли когда-то Мадридист пробивать Джарвана. Хоть сколько-то, потому что, ну... Вообще урона нет и падает. Мадридист здесь словит. Еще и на Утилус. На Утилус тоже умер. Это минус барон будет сейчас. Получится ли Т2 забрать в миде? Ну вряд ли. А там старше 45. Там старше 45. ТП в спину. На старше вот еще 45. А вот эти ребята уже в опасности. Мадридист только воскрес. Как бы еще раз не погибнуть. Не хотелось бы. Во, время умирать! Опять погибает Мадридист. Мадридист погибает. Дамы и господа. Как и Мерсенри. Мне кажется, что это... Габелла для команды Get Busy в этой партии. Старший Дракон. Кому же достанется он? Вчера мы видели, как старший уже переворачивал. Кипер! Игры. Но Кипер не успевает заультить ни в одной из целей. Поэтому погибает до драки. Я думаю, что это конечное. Потому что здесь словит, помимо всего, еще и Мерсенри. 2-0 размен. По Мадридисту играет Флати. Мадридист здесь тоже минус. Урона у него вообще нет. И убивает троих игроков. С барона будут заканчивать даже без старшего. Ребята из Unicorn. Because of Love. Потому что некому дефать базу. Будем поздравлять команду Йолов. Двух крипов этих точно хватит, чтобы забрать нужные таверы. Потому что Лексус здесь АП и станчит. Спокойно прожав свой ультимейт. Еще становится 1-1. Счет 1-1, дамы и господа. Будем за третьей картой в серии Бо-3 наблюдать вместе с вами. И выяснять, кто же сильнее в winner-брекете Regional Domination окажется после третьей игры. Очень хотят вышку в Зигсон здесь. Надо еще ее там побить. Так, оглушение пошло. После этого Виего промахивается по-моему кастом. Не дает контроля. Но он забирает с ультимейта Дунардс. Дает камбу по дворим. Можно поиграть чуть-чуть по Лексусу. Попытаться. По Лексусу наигрывает. Клео 2 убийства получил. Для Виего 2 убийства прямо сейчас. Это может все закончиться скоро. 5-2. Счет 2 дракона есть у Йолов. Но как же Крео нафиделся? Темп ему очень нужен. Там эти чуть-чуть погрец, где сильно помогает. Крео. КСС будет ли нажимать или нет? Бардекайзер летит в Крео. Крео не нажимает КСС. А, нет, нажимает КСС. Нажал КСС. Нажал КСС. Сейчас МФ успела пробить двоих. Но упал КПР. 7-3. Крео идет дальше. И Сайлос еле-еле выходит через верхний сайт. Вот это да. Стоит ли драться команде Unicorns of Love? Я думаю, что команде Unicorns of Love стоит драться из любой хорошей позиции. Но модернист вовремя, как и всегда, нажимает свой секундобер, когда он у него есть. У нас почти погиб. И Его закрывает здесь флот. И нажимает секундобер сам. Пытается здесь пододжить Леона Мордекайзера, который получает все-таки ее статы. И драка не такая уж и плохая. Леону забрали. Пытаются еле-еле выйти get busy. И скорее всего они третьего дракона отдадут размен 1-0 в пользу Йолов. Уверен, что сейчас драка начнется, Амман. Я уверен. Я думаю, что... Я не исключаю эту победу, что еще 2 минуты не буду драться. Я не исключаю. Кипиер. Ну здесь Кипиер просто выйдет. И нажимает Сайлос сверху. Нажимает ТП Сайлос сверху. Кипиера нет ничего. А он использует ультимейн, чтобы сдоджить. Изи улетает сникса, пошла. Жуни нажимает свою Дон Артс. После этого выходит Кипиер через стеру. Сверху находится Лексус. Поэтому драка пока что 5 в С4. Модридис уже находится рядом. Там Сайлос вылетает сюда. Солнечная вспышка есть. Попадает по двоим. И как хорошо разыграли вместе с СМФ. И падают все Гитбизи. Остается только Модридис жив. И также еще остается жива Леона. Но ненадолго. Леона 1-4 в 1. Размен. И не корзу в лав. Забирает оборона на Шора. Пошла вспышка. Очищение есть. Но успевает еле-еле выйти. Слуша вот таким вот образом Шаганария. Получает ультимейт Кипиер. Как выкидывают Гитбизи опять. Вандер. Каким образом будут теперь ребята камбэкать. Потому что здесь падает еще и Зиггс. Это душа дракона. Точно для Никонца в лав. Это не про... Юрий, эта игра сейчас закончится. Это даже не душа дракона. Куда вы пошли? 5 в 3. Знаешь, что... Там пачка встанет сейчас сама. И 14 ккп. Ну наконец-то Вандер. Смотрим. Смотрим на разыгровку этого тимфайта. Потому что он заходит Крео первым. Дает дэш, чтобы Лексус его не подловил. 7000 кп. Пойдет ли ульта Зиггс или нет. Здесь Сайлос атакует Кипиера. Выдвигается вместе со всей командой. Кипиер нажимает все-таки свой секундомер. Прямо сейчас. После этого будет нажимать ультиматум. И успеет ли выйти? Нет, не успевает. За это взяли только Лексуса. Даже Лексуса не взяли. Падает здесь практически сразу. Мадридис. Нет, успевает стать секундомер. Остается только один Крео. Который не может убить всю команду. И мы смотрим на бедного Сайрекса. Которого также собирают Йолы. Еле-еле Unicorns of Love. Проигрывая все три карты. Смогли перевернуть игру во второй. И третий. Друзья, сценарий был написан самым великим литератором нашего времени. Современником. А 3-0 размен позволяет команде Unicorns of Love. Скорее всего без особого труда. Закончить это БЛ-3 противостояние. Виннер брекета 1-2 финала. Regional Domination. И, собирая одного из игроков, остается только Крео. Который, скорее всего, так же упадет. Или уйдет на кристалл похилиться. Да, смогли разменяться с Флати. Но это не важно. Потому что важно то, что Unicorns of Love. Занимают топ-3 минимум в Regional Domination. И входят уже плотненько в призовый фон. С чем мы их и поздравляем. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok